Крепко сжимая мамину руку, девочка с красивым именем Эсмира торопится навстречу знаниям. По этой дороге маленькая казачка будет проходить практически каждый день. Сегодня не скрывает волнение. Эсмира первоклашка. Утром она впервые перешагнула порог школы, впервые примет участие в торжественной линейке и впервые сядет за парту. Образовательное учреждение на улице Спортивной укомплектовано самым современным оборудованием. Открытие приурочили к празднику – Дню Знаний. Очень рада, потому что мы очень близко живем. Не надо никуда ехать. Два шага и все, мы на месте. Очень благодарна всем и мэру города, и всем, кто старался за наших деток. Пока дети выстраиваются на торжественную линейку, родители готовят фотоаппараты и делятся впечатлениями о новой школе. Ой, мы надеялись, так хотели, ждали. Очень хотели в новую школу пойти. Как раз вот 7 лет, и как раз мы пошли в первый класс. То есть, так-то бы пошли в пятую, но дождались здесь и всегда рядом просто мы живем. Поэтому нам по всем параметрам удобно здесь было. Говорят, школа, что очень хорошая, добросовестно все построили, все сделали. Построить современное образовательное учреждение на улице Спортивной удалось благодаря национальному проекту образования. В здании три спортзала, актовое помещение, рассчитанное на 600 человек, медицинский пункт, библиотека и столовая с новейшим кухонным оборудованием. Сегодня действительно для Анапы очень знаковый исторический день, исторический момент. И многое сегодня в Анапе происходит впервые. Впервые за 30 лет мы с вами построили школу новую, самую современную. И сейчас бы уже было сказано о том, что она отвечает всем самым современным требованиям образовательного процесса. И сегодня же впервые мы открываем не одну школу, а две. И прямо сейчас тоже школа в микрорайоне Горгипия принимает новых учеников, новых деток. Кстати, насколько мы с вами богатые. Как много и какое количество огромных у нас с вами детишек, первоклассников. И тех, которые наши здесь уже выросли, и тех, которые к нам приехали со всех уголков страны. Конечно же наши школы, и эта школа, и другие наши 30 общеобразовательных учреждений школ нашего большого города-курорта Анапа с радостью встречают всех первоклассников, ну и вообще всех учеников. И сегодня, дорогие ученики, конечно, я хочу вам пожелать успехов, пожелать удачи. Я встречаю вас здесь впервые и хочу, чтобы мы с вами стали одной большой дружной семьей. Я хочу, чтобы каждый ребенок знал, что я друг, соратник, помощник, наставник. И я хочу, чтобы вы, родители, приходя к нам, уважали, ценили то, что мы здесь сегодня создаем. Желаю вам отличного учебного года. С праздником! Кстати, школа в районе Новой Алексеевки будет носить имя наказного атамана Черноморского казачьего войска Алексея Бескровного. А особое внимание в воспитании детей уделят изучению кубанских традиций. В школе уже сформированы казачьи классы, с которыми будут работать наставники. А теперь волнительный момент для всех школьников и родителей. С почетным заданием дать первый звонок справилась маленькая Эсмира вместе с учеником казачьего класса. Первый звонок дал старт новому учебному году. Теперь можно официально открыть школу. Первыми порог новой школы переступили самые маленькие ученики. В глазах детей читается удивление и любопытство. Но на тернистом пути к знаниям ребятам помогут их учителя. Уже в 9 утра в школе начались первые уроки. Пока одни дети участвовали в классных часах, другие знакомились с новой школой вместе с учителями и родителями. Впечатление просто захватывает данное учреждение. Как в каждый кабинет заходишь, он интересен по-своему. Красивый интерьер, современная мебель, современное оборудование. Ну и, если честно, мы переехали из Сибири. И как раз, когда узнали, что открываются новые школы, и очень хотелось, чтобы и дети обучались в новой школе. И мне очень хотелось работать в новой школе в современных условиях. Тем более, что здесь есть кванториум, который тоже позволяет развить огромное количество способностей у ребят. Просто вау, не хватает слов, чтобы описать это прекрасное место. Это изучать можно. Дня три точно можно бродить по всей школе, и так и открывать каждый день что-то новое для себя. Безумно впечатлена кванториумом. Наконец-то у меня будет возможность развивать свой потенциал. Кстати, о кванториуме. Это инновационный детский технопарк, открытый в Анапе благодаря поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Центр развития, созданный на базе новой школы, стал вторым таким объектом во всем Краснодарском крае. И тем самым у нас управляется гироскоп-робот. То есть мы можем поднять, можем опустить. Так, мы можем управлять роботом. Кванториум включает в себя пять кабинетов, в числе которых лаборатории для изучения точных наук, а также творческие мастерские. Самые любопытные из них – робототехническая база и центр IT-направления. При том, что занятия будут проходить бесплатно. Мы планируем запустить для начальной школы, то есть, грубо говоря, с девяти лет. Это будут какие-то простые блочно-графические программы, где можно, типа, скрейч, где можно программировать детям. Дети более старшие, с восьмого класса, они уже могут осваивать язык программирования Python, на котором сейчас, в принципе, написаны соцсети современные, да и много сайтов остальных. Создать Кванториум на базе школы предложили сами дети. Вернее, анапский десятиклассник Максим Волков. Он задал вопрос губернатору Кубани о перспективе открытия технопарка на нашем курорте. Теперь мечта Максима стала реальностью. Я считаю, что каждый из Кванториумов интересен, каждое направление, но для меня интересно именно IT-направление, именно программирование, потому что, наверное, это очень важно и переплетается тесно с моим проектом, который в ближайшем будущем планирую реализовать. Большое спасибо Немину Ивановичу и Василию Александровичу за то, что услышали и реализовали такой центр в Кванториуме у нас в Анапе. Открытие общеобразовательного учреждения на улице Спортивной – огромный шаг в решении проблемы переуплотнения школ на нашем курорте. Родители учеников сходятся во мнении – здесь созданы все условия для комфортного и безопасного обучения ребят. А с современной технической базой юные анапчане смогут даже осваивать новые профессии. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.